Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Пропал без вести в годы войны. Родственники красноармейца смогли увидеть, как выглядел их дед, отец и прадед. Дима Билан запишет песню с ребенком из Алтайского края. В Барнауле стартуют конкурсы для особенных детей. Несколько лет работы под пристальными взглядами в краевой столице закончили благоустройство парка Изумрудный. Но вначале из Барнаула запустят прямой рейс в Перми. Первый вылет состоится 13 сентября. В Барнаульском аэропорту сообщают, что полеты будут осуществляться на комфортабельном воздушном судне вместимостью до 50 пассажиров. Частота рейса два раза в неделю по средам воскресенья. А с 4 ноября планируется возобновление программы чартерных рейсов из Барнаула в Таиланд, а именно в Паттайю. Полеты будут осуществляться один раз в 10 дней. На одном рейсе улететь в жаркую страну смогут 238 жителей края. Как отметили в аэропорту, этот маршрут очень популярен. Зимняя программа с прямыми вылетами уже сформирована. Алтайские оборонные предприятия продолжают активно наращивать производство, причем как современной продукции военного, так и гражданского назначения. Губернатор края Виктор Томенко и полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетили несколько ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса в регионе. Продолжит Юлия Щепина. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Алтайского края набирают обороты производства. Глава региона Виктор Томенко и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетили ведущие из них. Включаются боковые движки, убираются траектории. И тогда она выглядит красивая, как и все ракеты. Тоненькая, изящная, с носиком. Все как надо. Да. Анатолию Серышеву показали направление развития федерального научно-производственного центра «Алтай». Его основные виды продукции – высокоэнергетические материалы, мощные взрывчатые вещества, ультрадисперсные алмазы. На модернизацию производства в этом году выделена субсидия. Также осмотрели Бийский олюмный завод. Там производят взрывчатые вещества промышленного и специального назначения. Кстати, модернизация за счет федеральной поддержки осуществляется и на прибор МАШа. На встрече также продемонстрировали последнюю разработанную модель маскировочного костюма. Она полностью отражает тепловизор, поглощает все волны. Аналоги такие же, если иностранные, стоят сотню раз дороже. Наш костюм стоит около 30 тысяч рублей. Допустим, наторский он стоит 600 тысяч рублей. Такая легкая и всесезонная экипировка разработана прежде всего для снайперов и разведчиков. Подобный производят только в Москве. Случай на этой неделе был. Нам прислали сообщение из-за ленточки. У человека был костюм. Он был ранен. Всю ночь лежал ранен. Одел его. Вокруг, у кого не было костюмов, те погибли. А его никто не заметил. Утром забрали. Он был здоровый. Сейчас такие костюмы проходят испытания в зоне СВО. А особое внимание оборонщиков направлено на выполнение гособоронзаказа, а также выпуск гражданской продукции. Юлия Щепина. День с толком. Теперь они могут увидеть его лицо. Родственники красноармейца из Алтайского края Макара Сидорова, который во время Великой Отечественной пропал без вести, смогли наконец увидеть, как выглядел их отец, дед и прадед. Ни одного фото бойца, останки которого нашли и захоронили в прошлом году, не сохранилось. Для передачи портрета красноармейца встретились его родственники, исполнители реконструкции и депутат Государственной думы Александр Прокопьев. Подробности в сюжете. Путь Макара Сидорова домой был долгим. Его останки поисковики нашли ровно год назад, в сентябре, в Ленинградской области. При нем было медальон, а дальше по фамилии в группе поисковиков в отцапе нашлись родственники Макара Степановича и встал вопрос доставки праха на родину. За помощью обратились к депутату Государственной думы Александру Прокопьеву. Это кадры прошлой встречи депутата с родными Сидорова. Обсудили все моменты доставки и захоронения. И в ноябре прах красноармейца предали земле. Все спасибо просто. Не знаю как. Как только его привезли, так я все время плачу и плачу. Ну теперь-то он упокоился уже. Да, теперь же все. 83-летняя Наталья Макаровна на могиле отца была совсем недавно. Часто ходят вместе с внучкой и правнуками. Но пока памятник без фото. Ждали, когда портрет Макара Степановича реконструируют. И момент настал. У меня эмоции переполняют. Сначала нашли такое событие. А сейчас еще я увижу, как он выглядел. Антропологической реконструкцией лица по костям черепа занимался барнаулец Артем Буимов. В прошлом году он рассказывал нам, насколько сложный этот процесс. Антрополог может по останкам человека сказать очень многое. Начиная от пола возраста, заканчивая какими-то индивидуальными усиленностями. Допустим, курил болец или не курил. Сейчас Артем учится в Казанском университете. И на встречу с семьей Макара Степановича Сидорова, организованной Александром Прокопьевым, пришла его мама, Галина Буимова. Поисковик с огромным стажем. Это математика. Это с помощью компьютерной программы? Нет, это не компьютер. Это чисто ручная работа. Восстановлением лица Макара Сидорова Артем занимался около месяца. Череп фиксируется с разных ракурсов на фото. И на основе этих снимков, по специальной методике, создается портрет. Это не первая реконструкция Артема. Портреты четырех бойцов уже были переданы родственникам. Сегодня я передал портрет Макара Степановича Сидорова и его потомкам. Теперь, можно сказать, окончательно восстановлена связь поколений. Семья знает не только, где и когда он погиб, но и как выглядел. И, возможно, внуки, правнуки найдут себе черты сходства. Это очень важный момент. Все присутствующие сразу сошлись во мнении, что правнучка – абсолютная копия Макара Сидорова, а дочь все оставшееся время не выпускала портрет отца из рук и вытирала слезы. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. В Алтайский край не пустили украинский шоколад. 19 тонн сладостей задержали таможенники региона. Санкционный товар, который собирались провести в Монголию, обнаружили в грузовом отсеке автомобиля в пункте пропуска Кулунда. Такого рода продукцию везти через российскую территорию можно лишь в определенных пунктах пропуска, где на нее накладывают специальные пломбы, позволяющие отслеживать движение в реальном времени. Кулунда в перечень таких пунктов не входит, поэтому товар отправили обратно в Казахстан. А накануне в регионе задержали груз с опасными сосисками. 5 тонн сосисок, сарделек направлялись в Казахстан. По данным Россельхознадзора, то, что было прописано в документах на продукцию, не соответствовало указанному на коробках. Были ли сосиски действительно опасными, теперь это уже никто не узнает. В Бийске только этой осенью обновят 21 двор. В рамках программы формирования комфортной городской среды в Наукограде растет число благоустроенных пространств. А всего за несколько лет там сделали современными и уютными 371 двор. Один из них накануне посетили глава Бийска Виктор Щегриф и губернатор края Виктор Томенко. В этом дворе будто стало больше жильцов. На улице Александра Радищева за это лето появилось новое современное пространство для отдыха. Это была весна. Заросшая территория. Вместе с главой Бийска Виктором Щегрифом ход работ проверил губернатор края Виктор Томенко. Здесь все то, что жители планировали, хотели, мы здесь реализовали. Потому что голосование было, как Сенихин сказала, еще несколько лет назад люди хотели, но в прошлый год они объединились и проголосовали. И принимали участие в разработке проекта. Так здесь появилась детская и спортивные площадки, лавочки и дорожки. Осталось установить малые архитектурные формы, завести землю, высадить газон, кустарники и деревья. Чтобы больше было зелени в городе. Я ведь согласна. Летний строительный сезон еще продолжается, поэтому многое по городу еще будет сделано. И в рамках программы дорожных работ, и в рамках доведения до ума тех объектов, которые по комфортной городской среде делались. Да и многое другое. Я думаю, что мы должны быть удовлетворены самим подходом, как в этом году в Бийске все эти работы были организованы. Важно очень вовлечение самих жителей города. Мне отрадно отметить, что в этом году, вот у нас с начала сентября уже по дворам вся работа закончена, причем закончена месяц назад. А местные власти тем временем готовятся к следующему году. Адреса территорий, которых только ждет обновление, уже известны. Это молодежный сквер и парк Победы. Это символично, и на самом деле это так, что много людей отдали свои голоса именно за парк Победы, который находится у коммунального моста. То есть в этом году ремонтируется. То есть, получается, мы переходим на новый этап, ремонтируем коммунальный мост, ремонтируем общественное пространство, парк Победы. Этой осенью в Наукограде обновят 21 двор. Всего же за последние годы в городе благоустроили 371 двор и 13 общественных территорий. На эти цели из федерального и регионального бюджета было выделено 567 миллионов рублей. Анастасия Драган, День с толком. В Барнауле завершилось благоустройство парка Изумрудный. К обновлению зеленой зоны приступили в 2020 году. Во время последнего этапа реконструкции этим летом подрядчик обновил вход и ограждение, провел освещение и уложил дополнительные пешеходные дорожки. Еще рабочие восстановили Томский тракт и оборудовали парковку со стороны проспекта Сибирского. Также внутреннее убранство украсил новый амфитеатр. На все эти работы из краевого и городского бюджетов ушло примерно 110 миллионов рублей. Напомним, ранее во время трех предыдущих этапов в парке появились первые дорожки для пешеходов и велосипедистов, урны, скамейки, беседки, игровые площадки. Также появился визит-центр и пруд. На следующий год в Изумрудном планируют оборудовать новые арт-объекты, а также место для занятия физкультурой и шахматный павильон. Кстати, совсем скоро в парке Изумрудный пройдет вечер памяти Юрия Шатунова, которому накануне исполнилось бы 50 лет. Концерт, на котором прозвучат легендарные хиты, состоится в субботу, вечером 9 сентября. Вечер памяти Шатунова становится уже доброй традицией для Барнаула. Так, в прошлом году его посетили более тысячи жителей и гостей краевой столицы. В этом году, по словам организаторов, концерт будет не менее масштабным. Прийти и вспомнить легенду российской поп-музыки может любой желающий. Вход свободный. Напомним, Юрий Шатунов скончался из-за сердечной недостаточности летом прошлого года. Бывшему солисту «Ласкового мая» было всего 48 лет. Записать трек со звездой российской эстрады Димой Биланом мечтают многие вокалисты нашей страны. Но в ближайшее время сделать это сможет лишь победитель конкурса «Особенный вокал. Дети». В масштабном конкурсе, аналогов которому нет в России, примут участие талантливые дети с ограниченными возможностями здоровья из Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей. Об уникальном мероприятии расскажут сами участники конкурса. Есть особо одна и пожизненно, никуда никогда не спешит. В голосе и тонусе всего несколько дней остается до дня «Х». Выступление в конкурсе «Особенный вокал. Дети». Юная участница, 10-летняя Настя Лемешкина усердно репетировала полтора месяца, чтобы принять участие в слепых прослушиваниях, поразить жюри и обойти 50 вокалистов своих соперников. «Я в себе уверена. Я думаю, что в финал я попаду точно и очень хочу победить в финале». «Почему решила заниматься музыкой?» «Ну, музыку я люблю давно и пела давно. Раньше на семейных праздниках я выучила песни и пела перед гостями». «Это со 40 лет?» «Наверное, лет с 5». Настя Лемешкина – особенный ребенок. У девочки спинальная мышечная атрофия. Но она живет полной жизнью, как и другие участники конкурса «Особенный вокал. Дети». Благодаря волонтерскому проекту «Мехутка» удалось объединить 50 талантливых вокалистов с ограниченными возможностями здоровья и показать им, что возможности в мире все-таки безграничны. Победить в вокальном конкурсе может абсолютно любой участник. «11 числа будут проходить слепые прослушивания, из которых профессиональное жюри выберет 10 финалистов. В финал пройдет только один ребенок. Финал будет 12 числа. На протяжении двух дней жюри не будут видеть детей, дабы не делать акцент на их особенности. То есть жюри повернется к детям, к ребенку-победителю только 12 числа». «На конкурсе я буду ведущим. Моя задача заключается подбадривать ребят, чтобы они выходили с хорошим настроением, выкладывались как нужно, не переживали ни за что. Поэтому такая вот скромная немножечко роль, но нацеливающая ребят на успех». Победитель не просто получит признание, диплом и статуэтку, но и отправится в Москву на запись совместного трека со звездой российской эстрады Димой Биланом. Конкурс «Особенный вокал дети» на следующей неделе будет освещать и наш телеканал. Следите за новостями. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. К новостям спорта. Федерации настольного тенниса Алтайского края поделились целями и задачами на предстоящий сезон. Мой коллега Дмитрий Дроздов расскажет об изменении в составе и о ремонте тренировочной базы теннисистов. С таких слов и началась пресс-конференция Федерации настольного тенниса Алтайского края. Главный тренер команды Алтай Степан Багиян рассказал, что им удалось собрать на предстоящий сезон боевой состав. Получилось оставить в команде шестую ракетку России Максима Бокова. Состав пополнил Илья Исаков. Он приехал с Краснодара и входит в топ-20 теннисистов России. Ну и третьи номера у нас получается Перфилев Алексей, который играл уже в том году, молодой. Решили его поставить уже в основной состав и как бы будет уже основным игроком у нас. Плюс Машкова Никиту, тоже с Москвы. Тоже как бы третий номер, они могут меняться. И пятый у нас Ронин Илья. Тоже в запасе. Кому играть в теннис есть. Улучшается и условия. Для них так в спортивном комплексе Победа поменяли свет. Теперь там ярче будет играть. А в так называемом центре тренировочного процесса завершаются работы по замене пола. Теперь спортсмены будут играть на специальном покрытии Терафлекс. Он обошелся клубу почти в миллион рублей. Покрытие родом из Китая. Сибы Наргамаши. Сейчас вы можете прийти посмотреть. Свет идеальный. Все лампочки заменены. Плюс добавлены. Сегодня вот стелется покрытие. Клуб настольного тенниса «Алтай». Приобрел покрытие, где тренируются в принципе сильнейшие наши алтайские спортсмены на профессиональное покрытие. Новую жизнь и начинает и спортивная школа по настольному теннису «Алтай». Именно там ищут будущих чемпионов. Детей уже ждут на тренировках, ведь администрация школы ставит самые высокие задачи. Планы, как всегда, амбициозные. Команда, которую мы создавали, регионального центра, мы ее пока убрали, потому что попробовали. Не готовы пока дети наши еще выступать. Сейчас они немножко потренируются. Ну и в дальнейшем планируем опять создать команду. Так, интенсивно в прошлом году, да? Ну да, если так будут заниматься, то начнут побеждать. Что касается главной команды «Алтай». В этом сезоне она будет выступать в премьер-лиге по настольному теннису. Сейчас, так скажем, подготовительный этап. А первый тур пройдет в октябре месяце в Свердловской области. Задача на сезон – замахнуться на бронзу. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. Таковы итоги этого дня. Подробнее о погоде узнаем через несколько секунд. Спонсор прогноза – компания «Ивалар». Напоминаю, что вы можете обращаться к нам в редакцию, рассказывать о том, что вас волнует. Телефон редакции 205-545. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Продолжение следует.